здравствуйте наталья сейчас как я понимаю в активной фазе идет передача ключей в проекте докландс расскажите что там происходит с какими проблемами может быть сталкиваетесь в процессе ну еще раз добрый день на самом деле действительно мы получили разрешение на ввод первой очереди квартала докландс два блока состоящий из трех ста восьмидесяти шести апартаментов и сейчас мы находимся в активной сдаче передачи апартаментов непосредственно уже дольщикам и последующим собственником после регистрации права собственности так чтобы сказать что мы сталкиваемся с какими проблемами нет проблемами мы не сталкиваемся а в большей степени мы сталкиваемся с новыми и новыми задачами а точнее почему мы благодарны нашему партнеру застройщику потому что он достаточно качественно подготовился к этому процессу вывел в отдельное подразделение которое называется клиентский сервис заранее за три месяца клиентский сервис отрабатывал с управляющей компании инструкции как там приема передачи формировал индивидуально пакет документов для каждого дольщика и к моменту начала передачи каждый из собственников которые приходят на подписание приема передачи он получает индивидуальную папку он получает индивидуальную экскурсию он получает от часа до полутора времени и полностью осматривает и принимает свои апартаменты далее подключается управляющая компания и здесь мы начинаем немножечко делиться делиться мы по ним тут мы начинаем почему потому что проект у нас особенный апартутель докон слай первое очередь апартутель почему потому что а386 апартаментов у нас делятся на две составляющие первое составляющее этой те собственники которых мы ценим боготворим те которые будут жить и вторые не менее любимое но уже нет собственники а инвесторы который мы также любим ценим Это те люди, с которыми направляющая компания начинает работать по доходным договорам. Программам, прошу прощения. Доходность как-то меняется в процессе, допустим, как вы начинали, как я понимаю, продажу и привлечение собственников на ранних стадиях или сейчас, когда проект уже готов в первую очередь? Вы знаете, безусловно, безусловно, она меняется, но в данном случае, наверное, стоит и корректнее будет сравнение следующее. Если мы сейчас говорим про первую очередь DocLensLife, которая уже введена в эксплуатацию, то первичная инвестиция, которая необходима для уже готовых апартаментов, она составляет от 6 миллионов. Доходность, рассчитанная по двум программам, которые у нас зафиксированы по этому проекту, первая программа – это гарантированный доход, она составляет 9%. В абсолютных цифрах это 40 тысяч рублей ежемесячно. И вторая программа – это разделение успеха. И как раз здесь мы говорим о том, что у нас доходность составляет от 10% и выше. По первой очереди проекта мы планируем до 15% годовых. Я не могу сказать, что у нас это счастье случится, у наших инвесторов, я имею в виду цифры 15%, потому что всегда запоминается именно это, что это случится в первый год. Мы очень четко спрогнозировали заполняемость проекта, мы ее фиксируем в бизнес-планах как 74%. И среднюю доходность, опять же, по году с учетом низкого и высокого сезона мы фиксируем как 10-11% по программе разделения успеха. Если мы говорим о том, что мы смотрим на вторую очередь, где сумма первичной инвестиции составляет от 3 миллионов в 600, то тогда мы говорим о том, что доходность по тому проекту, который мы сейчас прогнозируем, 2021-2022 год может составлять по апартаментам студия до 20% годовых. Безусловно, без учета двухлетнего периода строительства. Хорошо, понятно. А вот как УК уже в процессе контролирует собственников? Как сделать так, чтобы апарт-отель не превратился в хостел? Это самый приятный и самый сложный период, который длится всю жизнь. На самом деле, безусловно, управляющей компанией за предыдущие несколько месяцев был такой очень горячий период, горячая пора, когда мы фиксировали все инструкции, когда мы фиксировали все стандарты, когда мы четко понимали и осознавали, что у нас сложный проект, в котором одновременно живут собственники, в котором одновременно 50% апартаментов будут работать в формате гостиницы, а тем более, что мы планируем идти и проходить сертификацию на 4 звезды, мы очень четко прописывали и фиксировали инструкцию к акту приема и передачи. Памятку, которую мы выдаем непосредственно всем собственникам. Мы очень четко продумывали то программное обеспечение, которое мы создаем. Например, одно из программных обеспечений – это личный кабинет, которых 386 штук. Они сделали для каждого собственника вне зависимости от его стратегических целей, применимо к активу. Инвестор – это либо человек, который проживает самостоятельно. Для всех у нас единые и одинаковые стандарты. Просто для тех, кто живет, эти стандарты с точки зрения сервисов, они необязательны. Но качество обслуживания, оно едино для комплекса. И сейчас во многом, почему я сказала, что это очень сложно, но одновременно с тем очень приятно, идет ручная настройка. Идет ручная настройка, соответственно, и с теми стандартами, которые были зафиксированы. И корректировка буквально в режиме «каждый день». С утра, когда мы анализируем, днем, когда мы находимся в активной стадии, вечером, когда мы корректируем и ставим себе задачи на следующий день. Здесь очень важно, наверное, есть такая, может быть, банальная формулировка «договориться на берегу». Как сейчас мы передадим, так потом мы будем жить. Именно по этой причине все эти стандарты, все эти документы, которые созданы, вся эта команда, которая подобрана, они находятся в очень четкой синергии взаимодействия между, а, клиентским сервисом, который передает апартаменты, между, б, клиентом, дольщиком, слэш-инвестором и управляющей компанией, между сопровождением нашего собственника, слэш-инвестора, вот в этот непростой период, когда есть гарантийное обязательство от застройщиков, от подрядчиков, от монтажников, есть эксплуатирующая компания, которая всегда поможет сделать так, чтобы все было хорошо. Уже сейчас, казалось бы, с того момента, как мы начали передавать ключи, уже сейчас прошло две недели. И очень приятно смотреть из офиса в окно и видеть, когда у нас люди уже гуляют с собаками. При этом они четко видят те правила, которые были зафиксированы, да, что выгул собак разрешен за территорией квартала. Одновременно с тем у нас уже случаются какие-то казусные ситуации, когда собственник приходит и говорит, а можно я уберу вот эту стеновую панель? Нет, давайте не будем ее убирать, потому что иначе вам все будет слышно. Вот такие моменты. Я уверена, что все хорошо, мы просто не имеем права сделать по-другому. А какие-то сюрпризы еще были? Пока нет, пока нет. За что я могу сказать без рекламы. Спасибо большое застройщику. Он исключительно молодец. Он исключительно молодец именно с точки зрения качества строительства, качества отделки и, что не очень просто, а точнее совсем тяжело, в части закупки мебелировки. Часть апартаментов, которые были проданы, они были проданы с мебелировкой. И вот к мебели вопросов нет. Как же, собственно, к каким-то дополнительным вещам. Ну, хорошо. Значит, все в порядке. А какие-то есть уже еще другие проекты? Или пока у вас только докладцы? Безусловно, я обещала эксклюзив для Кре-радио. Я могу сказать о том, что, да, у нас есть проект. Буквально на прошлой неделе мы договорились об описании проекта на услугу технической эксплуатации апарт-отеля, расположенного в Санкт-Петербурге, в Приморском районе. Общая площадь апартаментов составляет порядка... Чуть-чуть я здесь буду лукавить, потому что это неофициальный еще пресс-релиз и не согласован с партнером. Порядка 350 апартаментов. При этом, значит, основные функции. С 1 марта мы приступаем к приемке инженерных систем. Мы начинаем совместную передачу дольщикам апартаментов. И порядка 50% апартаментов, они будут находиться по нашим прогнозам в программах управления, в доходных программах. Поэтому чуть подробнее на следующей неделе в официальных пресс-релизах. Ну, я обещанием поведу. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам.